всем привет ребята вы на канале ушел по делам вот приехал в парк кузьминки покормить лисят не было меня давно может быть недели где-то был я в экспедиции на раскопках на эту тему вышел фильм можете посмотреть много интересных находок я нашел в общем я об этом приехал я привез с лисятам куриные сердечки вот видите время сейчас где-то без 10 4 я думаю они еще спят вот но я сейчас по сигналю попробую их разбудить вот попробую их разбудить видите я от лисят тоже не отстаю пустил себе тоже мех к зиме как и лисы тоже они шубку свою обновили теперь они пушистые не знаю узнают меня нет ну все ребята ждем от смотрите тика пришла морить какая пушистая большая стала сейчас тика я тебя покормлю иди сюда че че пока нету вот ребят тик иди бери иди не бойся бери кушай че 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 пришел смотрите чик и че че вдвоем говорить какие пушистые идите кушайте че 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 спрашивает разрешение можно подать нет че че на видно вам ребят вот они че 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 к че 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 хромает привет ты че хромаешь на кушай как тебя дела-то кушай аппетит у тебя хороший ребят че че че-то хромает че 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 че-то хромает на одну лапку ждем все хромает хромает что у тебя слабко то че 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 иди тебе реку шей тоже бойся перекушать кушать и пусть кушать на че че, на кушай на че че, кушай кушай небось на че че вы только не делитесь, по очереди кушайте на че че, кушай все ребят, последнее сердечко осталось кушай больше нету, все че че, больше нету, все нету больше ничего все закончилось больше нету все ребят, давно не видел соскучился смотрите, какой че че пышный стал прихрамывает красивый че че, долго ты спал ребят, час где-то ждал их сейчас время пять иди иди понюхай иди понюхай нет ничего больше иди понюхай нету пакет ребят заберу, чтобы он не схватил все все руку дадим ему понюхай иди понюхай иди понюхай руку нету больше ничего велосипед все ребят прощался он побежал там люди тоже я видел принесли покушать да, он на одну переднюю лапу не наступает на правую болит у нее лапка хорошо причем болит что он даже на нее не наступает на переднюю правую ну что ребят вот мы встретили сегодня че че чику покормили у че че лапа передняя болит правая он на нее вообще не наступает побежали в сторону норы к дороге там люди я видел принесли покушать побежали они кушать вон ребят че че хромает бедный здесь люди принесли сухой корм че че хочу показать им иди сюда иди сюда тут ребят смотрите здесь типа холодца и сухой корм че че иди 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 сюда иди иди берег ушей шугается да да ребят сильно прихрамывает прождалось где-то часик они видно проснулись сейчас пять пять десять где-то вот так вот ну все ребят всем пока иди сюда иди сюда по видео по моим фильмам и следующий фильм которые будут и не только одна семья ко мне выходила чика чичи и малыш но и другие лисы приходили дикие они ко мне привыкли к моему запаху привыкли но потом лисы стали пропадать то есть редко стали появляться в этом месте я не понимал сперва что происходит куда пропали лисы что случилось какое-то недоверие появилось среди лис а потом ко мне подходили люди рассказывали я сам наблюдал эту картину благодаря некоторым телезрителям и людям которые тоже приходят кормить лис которые смотрят мои ролики они пытались копировать мое поведение мои повадки как я кормлю как я разговариваю как я их подзываю и начали ходить по тем местам где я кормил лис они туда приходили брали с собой людей то есть не одни были и по два человека приходило с человеком этим в том месте появились чужие запахи вот ну понимаете лисы это дикие животные которые вот есть место у дороги где люди все которые приходят их кормят ну эти дикие животные они все-таки хотят жить как говорится отдельно и у них есть нора в середине леса я ее никогда не пытался найти вот я просто отдалился от людей чтобы не создавать толкучку и чтобы получилось снять для вас красивые фильмы вот и человек который копировал меня без без разрешения без совета просто нахрапом как говорится стал посещать вот это место где я снимал для вас фильмы и начал приводить с собой разных людей туда появились чужие запахи и лисы я так понимаю что они стали опасаться это место и стали отдаляться в дальнейшем будут выходить тоже фильмы это будет видно то что лис будет все меньше и меньше и в конце они вообще пропадут вот ну даже вы знаете до чего доходили случаи то что вот этот человек просто подходил издалека и интересовался а когда я поеду в экспедицию на раскопке но я сказал что я буду отсутствовать где-то неделю и что получилось пока меня не было этот человек мне уже люди сказали приводил на то место где я кормлю лис и они ко мне привыкли людей вот там со штативом с оборудованным съемочным не знаю для чего это было сделано для себя съемка ввелась либо показать там какому-то каналу то что человек создал здесь благоприятные условия и как и как он общается тесно с животными что они его слушаются и приходит заветное место ну давайте подведем итог я думаю меня каждый может понять вы представляете три месяца я потратил чтобы лисы мне поверили это видно по фильму как они мне доверяют три месяца я приезжал три месяца я их кормил на этом месте в лесу деньги я не зарабатываю на своих фильмах только вкладываю пытаюсь сделать побольше роликов чтобы это была как память потому что сегодня они есть завтра их нету вот а это хоть останется и люди всегда смогут посмотреть какие были у нас чудесные лисы в Кузьминском парке вот представляете вы три месяца что-то создаете строите свой дом и в один прекрасный день вы приходите ваш дом разрушили вот представляете три месяца я с ними контактировал и благодаря одному человеку лисы перестали приходить в то место и стало теряться доверие что думаете дорогие друзья по этому поводу поделитесь своим мнением в комментариях с удовольствием прочту интересное любое мнение как вы считаете прав тот человек не прав я по моему мнению я считаю что человек изначально должен был вообще поинтересоваться а можно мне посетить то место где ты кормишь лис понимаете лес большой и человек смотря мой фильм он увидел как ко мне относятся животное что место тоже выбрано красивое вот и пришел на все готовое что мешало человеку сделать свое место где лисы бы ему доверяли а вот так вот уловками обманом посетить это место и разрушить и разрушить и разрушить и